Здравствуйте! На портале Экзогет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим об имени, которое употребляется в 34 главе пророка Исаии в 14 стихе. В этой главе пророк произносит слова проклятия, произносит слова отмщения о том, как царство Эдома будет полностью разрушено. Реки Эдома превратятся в смолу, почва в серу, вся земля станет смолою горящей, будет гореть не угасая, станет она урочищем сов, ежей, филинов, воронов, других диких зверей. На крепостях ее произрастет колючий кустарник, терн, крапива, она сделается обителю шакалов, жилищем сов станет. И наконец в 14 стихе говорится о том, что дикие кошки туда придут до гиены, и козлища косматые там будут перекликаться, и найдет пристанище лилит. И вот произносится имя, которое будоражит воображение многих авторов на протяжении всей истории европейской культуры, и уже в древности тоже. Откуда взялось это имя? В Библии оно употребляется только один раз, и то не во всех рукописях. В частности, Рави Акива в своем переводе употребляет это имя лилит. На этом месте в латинских переводах упоминаются ламии, это другие персонажи из греческой мифологии, которые тоже похищали и пожирали чужих младенцев, некая сила проклятия. И латинские переводчики вместо имени лилит подставили имя другого персонажа. В аккадской мифологии было демоническое существо ламашту, которое тоже насылало болезнь, похищало людей. Ее изображали с головой льва или осла. Это объяснение тому, что в септуагинте здесь вместо имени лилит употребляется очень странное слово, которое обозначает кентавра с головой осла. И образ гиены, существа, которое очень громко мяукает, вопит, стонет, все это служит для того, чтобы создать образ полного запустения и полного хаоса. Итак, лилит — это прежде всего образ какой-то смертельной опасности, погибели, погибели цивилизации и как некое ночное привидение. В европейской культуре, например, Фаусте Гете, Мефистофель знакомит Фауста с лилит на балу во время Вольпургивой ночи и предостерегает его, что нужно быть с ней очень осторожным. Эта женщина с роскошными волосами обладает неотразимым шармом и очень опасна. И здесь же возникает мотив, что она же и есть царица Савская. И Гете говорит о том, что это первая жена Адама. И вот здесь возникает очень интересный сюжет. Когда же лилит, которую можно себе представить как некое заимствование из месопотамских мифологий, как некое общее представление о какой-то женской силе, которая обладает проклятием, разрушением, сеет смерть, наводит ужас, как и когда она стала первой женой Адама? Прежде чем обратиться к этой теме, отмечу также, что иногда переводчики усматривают возможность подставить имя лилит там, где говорится о смертельной опасности. Например, Таргум, арамейский перевод книги Иова, 18 главе, может быть переведен так, «В кущах нечестивого поселится лилит», то есть на голову нечестивого человека обрушится такое несчастье. И, наконец, хорошо известный многим вам стих из 90-го псалма «Не убоишься ни страха ночнага, ни стрелы, летящие во дни». Вот этот образ страха ночнага, намек на появление лилит, как указано в Таргуме этого псалма. И так сам по себе этот образ, он где-то витает в воздухе, он будоражит воображение людей и не напрасно. Но первой женой Адама она стала относительно недавно, в средние века. Это связано с таким средневековым памятником, как алфавит Бен Сирах. Бен Сирах — это персонаж, который считается автором ветхозаветной книги «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». И вот в этом анонимном средневековом тексте, который возник примерно в VII или X веке, впервые был опубликован в XVI веке, то есть все это достаточно поздно, возникает образ лилит. Рассказчик говорит о том, что когда у Новохудоносора, у царя Вавилонского, здесь мы оказываемся в обстановке Вавилонского плена, заболел сын, то он вызывает к себе Иисуса, сына Сирахова, для того, чтобы тот изготовил амулет. Очень часто лилит связана с этой традицией амулетов, то есть каким-то текстом или изображением, которое предохраняет от смертельной опасности. И вот Новохудоносор требует такой амулет для своего сына, либо Иисус, сын Сирахов, будет казнен. Мудрец изготавливает этот амулет, и потом царь просит объяснить, что же на нем изображено. И вот в такой мифологической легенде этого амулета фигурирует имя лилит. Между Адамом и Евой, сразу после их сотворения, как это рассказывается в первой главе книги «Бытия», когда Бог сотворил человека по образу Божию, сотворил их и мужчину, и женщину, некоторые толкователи усматривали о том, что была какая-то другая женщина. И автор этого апокрифа отождествляет ее с лилит. И это была первая супружеская распря, которая повторится с тех пор много-много раз между супругами, кто будет господствовать в супружеских отношениях. И у лилит был вполне убедительный аргумент. Они были созданы одновременно, они были созданы из того же самого праха земли, и поэтому лилит отказывалась понимать, на каком основании Адам собирается утверждать свое превосходство. Видимо, со своей стороны Адам был лишен гибкости и любопытства, поскольку он отказался это обсуждать и экспериментировать. Он заявил, что он будет господствовать, она будет подчиняться до тех пор, пока они живут вместе, то есть целую вечность, поскольку молодая супружеская пара обитала в земном раю, куда еще не проникла смерть. И тогда лилит поступила так, как после нее поступили многие-многие-многие женщины. Она покинула, она ушла от Адама с его навязчивыми идеями о мужском превосходстве, с его представлениями о райской жизни. И чтобы как можно скорее удалиться от Адама, она попросила Бога дать ей крылья. Адам, в свою очередь, пережил то, что пережили после него многие-многие-многие мужчины. Он остался в отчаянии с разбитым сердцем. В апокрифах говорится о том, что когда Бог увидел отчаяние Адама, Он пожалел о том, что дал лилит, эти большие перепончатые крылья, довольно неэлегантные, но они позволяли мгновенно передвигаться на большие расстояния. И за этой прекрасной беглянкой посылают трех ангелов с миссией убедить ее вернуться в супружеский рай. Но ничего не помогло. Лилит категорически отказалась пересмотреть свое решение. То, что она отвергла Адама, это мы еще можем понять, с этим еще как-то можно смириться. Но то, что она ответила нет Богу, это уже более серьезная проблема, и поэтому она становится таким проклятием. В наказании она осуждена на то, что каждый день она будет видеть смерть сотен своих детей. У нее, как у демонической сущности, появилась возможность зачинать очень много, буквально мириады духов. И этот приговор привел ее в такую ярость, что она поклялась убивать и пожирать всех новорожденных детей, которых только она сможет. Была ли внезапная смерть младенца в средние века прямым следствием злобной мести Лилит, мы не знаем. Но в некоторых культурах Центральной Европы еще в конце 17 века, например, было принято будить младенцев, которые начинали блаженно улыбаться во сне, потому что родители боялись, что ребенок улыбается не ангелом, а соблазнительный Лилит, которая склонилась над ним для того, чтобы погубить его. История Лилит заканчивается тем, что она нашла себе утешение, после того, как распался ее брак с Адамом, она встретила некоего Самоэля. Этимологически это имя означает «яд божий». Одного из страшных демонов темного царства, вышла за него замуж, всегда окутанный огнем, и тоже обладающий перепончатыми крыльями, он был никем иным, как ангелом смерти. Существуют даже апокрифы, которые рассказывают о том, что именно он во сне проник к Еве, и именно от него Ева зачала Каина, именно с этим связано проклятие Каина. Мы оказываемся в мире очень богатое воображение, фантазии, которые оставили свой след в европейской культуре, которые питали благочестие, религиозный дух многих и многих поколений. Поэтому это всегда интересно с точки зрения вот такой культурной истории иудаизма. В Библии, как я сказал, это имя употребляется только один раз, но это имя время от времени возвращается в произведениях европейской культуры. Вот помимо упомянутого Фауста, можно также вспомнить итальянского поэта и прозаика Приму Леви, который описывает жизнь в концентрационных лагерях фашистских. Он описывает это как место, где господствует лилит. То есть этот средневековый образ, который наводит страх и ужас, помогает художнику, писателю выразить этот образ мрака и страха, которому противопоставляется жизнь, в которой господствует Ева, светлая, прекрасная жизнь по ту сторону колючей проволоки. И рассказы Приму Леви имели огромный успех. Другая известная вам метафора лилит — это, конечно, роман Владимира Набокова «Лолита». 12-летняя девочка по имени Долларес Хейс. Ее имя Хейс этимологически означает «легкий туман, нечто неоднозначное, нечто тревожное, как некое наваждение». Еще задолго до написания этого романа древний образ лилит поразил воображение Набокова. В 1938 году он посвятил ей первое стихотворение. Чаще всего, бессознательно сочетая в себе нечто ангельское и демоническое, героиня Набокова — Лолита — для человека так же опасна, как и древняя лилит. Из-за нее Гумберт Гумберт, герой романа, заканчивает свою жизнь в тюрьме за совершенное убийство и в полном отчаянии. Один из литературных критиков справедливо указал, что трагедия героя Набокова в том, что ему было мало совершить прелюбодеяния с обычной женщиной. Он мечтал завладеть именно лилит, неким абсолютным злом, который может быть выражено в образе женского персонажа. И, наконец, английский поэт и художник Данте Габриэль Росетти более десяти лет трудился над созданием знаменитой картины «Леди Лилит» для того, чтобы выразить опасность нарциссической, неотразимой женской красоты. Свою картину он украсил сонетом, и образ Лилит в его понимании был связан с женским нарциссизмом. Казалось, в ней не было ни капли человеческой крови, при этом она была сотворена как самая ласковая и нежнейшая из женщин. Если вернуться к истории сотворения человека, потому что именно от того, что в Библии содержатся две истории сотворения человека, и если читать буквалистски, то может возникнуть вопрос, почему их две. Это вполне предполагает, что Ева не была первой женой Адама, тем более, что когда он просыпается и с восторгом произносит свое признание в любви, он говорит «се». То есть на этот раз, вот именно это, как будто вторая жена Адама будет более прекрасна, чем первая. К счастью для человечества, наш праотец Адам не оказался в плену таких же мечтаний, как герой Набокова, иначе бы человечество навсегда осталось лишенным надежды на лучшее, надежды на семейное счастье, и что все-таки праматерью человечества стала Ева, ее имя означает «Жизнь», она «Матерь живых», как знак некой надежды на лучшее будущее. На портале «Экзагиатрут» с вами был протеерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.